Отсутствие настоящих крещенских морозов не помешало верующим отметить один из главных православных праздников. Его еще называют Богоявлением. По преданию, когда Иисус крестился в водах Иордана, в мир уявилась Пресвятая Троица. Торжественные богослужения проходили во всех храмах. Одна из традиций – чин великого освящения воды. Считается, что она дает здоровье и духовные силы. Христос, войдя причистым телом в реку Иордан, своим телом осветил воды. Он вошел в Иордан и сам осветил. И с тех пор каждый год происходит такое освящение воды. Священник погружает в воду крест, на котором возглавлен Христос. То есть, как бы Христос снова входит в Иордан, вода освящается. Это вода для исцеления души и тела. Считается, вода в крещенскую ночь приобретает целебные свойства и смывает грехи. И простоять может целый год. Большой праздник. Для Руси вода освященная. Пользу приносит человеку, земле и людям нам с вами. И благодать Божья уступает. Малышка так плакал. Внучка. Просто заливалась слезами. Вот взяли эту воду, окропили ее. Ложечку выпить дали. И вот как, моментально, даже ничего. И не стала плакать. Праздник крещения – это самый великий праздник, если так сказать. И для меня это очень большое значение имеет. Я прихожу в церковь, я хожу в церковь. И сейчас за святой водой креста. В этом году на крещение купелей на Волге не было. Впрочем, говорят священнослужители, обряд омовения все желающие могли совершить дома. Водопровод накануне традиционно осветили. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов. События. Дмитрий Мешканцов.